Глава семнадцатая Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости, балов, катания, концертов, театра, но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее. Слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени. Слезы досады, что так задаром погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни разу. Ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Николя в Отрадном. Что бы она ни дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени. Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было. Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя. Что ж дальше? А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать. Но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими. И иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжих к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее и осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа бессознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность. Ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру казалось так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что-нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, такая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе. И для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся, всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не от того, что Пьер был женатый человек, но от того, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград, отсутствие которой она чувствовала с Курагиным, ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или еще менее с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров. В конце Петровского поста аграфена Ивановна Белова, отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть и говеть не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерней, обедней или заутренней. Графине понравилось это усердие Наташи. Она в душе своей после безуспешного медицинского лечения надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств. И хотя со страхом, и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящую. Наташа боялась проспать время заутреннее. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую монтирью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфена Ивановны Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник в эсма строгей и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа. Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой Божьей Матери, вделанной взад левого клироса. И новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божьей Матери, освещенный свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личные чувства своими оттенками присоединялось к ее молитве. Когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться Богу, который в эти минуты она чувствовала, управлял ее душою. Она крестилась, кланялась, и когда не понимала, то только ужасаясь перед своей мерзостью, просила Бога простить ее за все, за все и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой чистой жизни и счастья. В продолжении всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщаться или сообщаться, как радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресения. Но счастливый день наступил. И когда Наташа в это памятное для нее воскресенье в белом кисейном платье вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготеющейся жизнью, которая предстояла ей. Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад. Непременно продолжать утром и вечером, сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой. Скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее рекарство. Она очень посвежала. Графиня посмотрела на ногти и поплевала с веселым лицом, возвращаясь в гостиную. с огнем. Продолжение следует...